всем привет вот решили пройти сегодня на яхте с друзьями близкими друзьями с пакетана приехали в гости к нам вышла в эфир хочу всем сказать огромное спасибо за ваши поздравления с днем рождения для моего рождения спасибо огромное мне всегда приятно читать ваши комментарии извините если кому еще не ответила потому что всегда очень-очень много поздравлений очень много сообщений очень много звонков и так складывается что мне сейчас после локдауна практически каждый день выступления какие-то концерты съемки завтра на берег песня года 22 мая сразу же после через день завтра песня года послезавтра примера моего клипа танцую новой песни потом человек года потом опять куча разных эфиров будет примут в том числе и на радиостанциях и на телеканалах и также готовлю для вас сюрприз прямой эфир мой концерт вас 8 мая прямом эфире очень много всего жизнь бурлит такое впечатление что за вот этот месяц я прожила как месяц как за 10 лет все как в кино очень бешеная скорость уменяется кадры темпу темп жизни просто вот такое что не успеваю отсыпаться сейчас вам немножко покажу вот любуемся немного сегодня погода нас не балует сожалению но уже вот решили сегодня прокатить своих гостей из пакистана показать красоту украины нашей показать красоту киева поводить по всем достопримечательностям и сейчас мы вышли непр на яхте идем по днепру уже прошли лавру сейчас вам покажу немножечко как я отпраздновала да у меня работа была вчера я так как-то и не праздновала конечно меня поздравили сделали сюрприз прислали подарки прислали цветы но праздновать я буду к сожалению 28 потому что весь мая у меня расписаны и пришлось праздник для друзей перенести на 28 мая вчера у меня было выступление вот концерт работа сейчас вам покажу немножечко вот я сижу на капитанском мостике там тучка темная жалко что конечно не солнечный день наши гости из пакистана экскурс красивый наш киев он бы был сегодня еще красивее если бы было солнышко я думаю с какой стороны лучше выйти вот читаю ваши комментарии пытаясь прочитать ветер ветер конечно сильный ветер сегодня затормозила яхта и я тут чуть не упала в днепр мне тут пишет что я свежо выгляжу ребят если вы знали насколько я уставшая у меня просто нет выходных их пока вообще не видно до конца месяца даже до начала июня сейчас речь борт подходим прохладно долго не посидишь конечно открытом воздухе потому что дует ветер и прохладно сегодня вот я думаю что киев лучше всего гостям показать именно днепра потому что здесь куда сидешь и вот эти вот все прелести это вся зелень эти артисты уже не отнесли вот очень красиво они смотрят с днепра со стороны днепра еще раз кто только присоединился к миру спасибо вам огромное ваше поздравление спасибо 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 и так много и столько позитивных теплых и солнечных я хочу вам тоже пожелать чтобы вот всего того что вы мне нажилали чтобы оно в тысячу стран приумножилось и чтобы ваше желание все сбывались но это получаем вам так же я тут спрашиваю вот когда ждать мой сольный концерт ну 28 мая я надеюсь если все будет такое планировать 28 мая я выйду в прямой эфир со своими музыкантами выстраивать сцену возле моих подругов у нас есть в целом и в целом днепра а то есть и такой концерт для национальных национальных и национальных и национальных перечет вот это все подписят до свидетельства после камня ждите при этом при этом национальные выпады если нового Если не слышите, что появился один из них, например, будет и один 12-й радиус, где вы будете слушать. И нам надо будет написать, куда через два дня на Человеке года очень опасно, что здесь будет. Почему везде так получается? Мы разделились на две части. Мужчины по своей программе сегодня, а женщины по своей программе. По протоколу я сопровождаю очень таких высокопоставленных гостей из Пакистана. А вот и по протоколу, ну, дети, дети, дети. Поэтому есть семьи. Да, мы по Днепру идем. Я уже, честно говоря, ребят, подмерзаю. Подмерзаю. Сейчас покажу еще немножечко Киев и пойду на Флайбридж. Покажу вам с Флайбриджа. Вот. Обожаю. Мой любимый город. Чемки? Тепло такого разница, да? А, да. Но холодно. Очень холодно. Я уже зубами стучу. И папарацци, конечно. Даня. Ой, у меня уже глаза понадувало. Я пойду покажу Флайбридж. Ой, наши гости. Вот. Вот. Очень осторожно. Потому что если вы сразу остановите на флайбрид, то вы можете упасть. Да. 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 А меня уже тут. А меня уже тут фотографируют. Только хотела зайти. Да. Да. Так. I want to go to Flybridge. Хочу зайти на флайбридж. Так. Как мне лучше пройти, они там стоят. Так. Чтобы не упасть. Так. Вот. Красота, 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 красота. Идём на флайбридж. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Хочу показать. Оп-оп-оп-оп. Капитан. Гости наши. Капитан. Вот. Сверху. Да. Холодно, холодно, холодно. Холодно. Ага. Холодно. Холодно. Так, вот вы со мной побывали на яхте. Вот яхта. Подражений. Мне пишет Катя, Катенька пишет, Червякова, а як чё коняку бахнуть може, ты пише стане, чё гости не пьют? Не пьют. Ну что, это же пакистанцы, мусульмане. Нельзя. Как? Ну потеплело бы, конечно, я думаю. Мне кажется, дождь будет, будет гроза. Вот облака чёрные уже такие прямо вот. Но завтра говорят, что будет лучше погода. Всем, вот смотрю, присоединяются, ещё многие. Всем привет, спасибо за поздравления. Спасибо вам огромное. Яхта по вашему дизайну. Признаюсь, это не моя яхта. Моя яхта находится сейчас, стоит в Петхее, ждёт меня на летний период. Вот. У меня яхта побольше будет, чем эта. И та яхта, да, по моему дизайну моя яхта. Но это мы вот заказали яхту. Можно у нас в Киеве заказать яхту для прогулки. Так что имейте в виду. Очень красивый образ. Спасибо вам большое. Так, Викочка Федорчук. Спасибо тебе огромное тоже за поздравления, зайники. Простите, пожалуйста, если я ещё кому-то не ответила. Просто это нужно несколько дней, может неделю, а может больше, для того, чтобы до конца прочитать все ваши пожелания, все ваши поздравления. Я вас очень всех люблю. Спасибо большое. У меня, конечно, в этом году немножко настроение не то для его рождения в связи со смертью моего дяди. Но я немножечко уже как-то свыклась, выплакалась. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Где-то себе начинаешь внушать, бороться со своими эмоциями. Значит, так надо. Плохо слышно мне пишут. А это я когда была, наверное, выходила на улицу. Был ветер сильный, вы меня плохо слышали. Да, я сегодня по одежде немножко не рассчитала. Думала, что будет намного теплее. Вроде бы днём было более-менее тепло. Ну, не сильно тепло, но для меня было нормально. А тут так как-то быстро-быстро собиралась и не рассчитала по одежде. Боюсь заболеть теперь. Поэтому сижу внутри и наблюдаю. Мариночка Поддубецкая, спасибо большое за поздравления. Спасибо, ребята. Честно, сколько стоит яхта прогулочная сейчас? А сколько сейчас яхта прогулочная стоит? Не знаете, да? Не знаю. Не я организовывала. Честно. Это надо у мужа спросить. Ну, это я думаю, что можно зайти спокойно. Я всегда говорю, гугл в помощь. Можно спокойно зайти в интернет, забить там аренда яхт. Вот. Есть моторные, есть парусные. На маячке стоят яхты. У нас, кстати, на самом деле в Киеве очень много яхт-клубов. Очень много яхт-клубов. И, в принципе, достаточно яхт, которые можно арендовать либо на несколько часов, либо на несколько дней, на сутки, на день, на сколько захотите. Это все, как говорится, зависит от вашего кошелька. И я думаю, что там есть указанные цены. Все зависит. Цена зависит всегда от размера яхты, от марки. И яхта сразу же, конечно, с экипажем. То есть вам не нужно обучаться специально, чтобы покататься на яхте. Потому что у каждой яхты есть своя команда. Капитаны, матросы, ботсманы, куки. Да, человек. А человек по своим делам. Пледы, плечи, шведеньку. Да не взяла я плед. Если бы я на своей яхте была, у меня там все как дома. Приезжаю, можно без чемодана, без ничего. Все там, все есть. И одежда, и плед, и специальная яхтинговая одежда. И курточки специально непродуваемые. Вот. И все. Ну, как-то все. Некогда мне, ребята, было подумать. Вот. Тут не успеваешь. Одно за одним событие. И как-то так все быстро меняется. И жизнь просто летит. Я не знаю. Вешеная скоростью. Тут дышать не успеваешь. Спать не успеваешь. Вот. Как-то так я. Да, боюсь не заболеть. Ну, нет. Лучше не думать в плохом. И оно не прицепится. Все. О. Велина пишет. Тренер моя. Я уже конным спортом, наверное, недели-две не занималась. Здесь я все никак не могу подготовиться к соревнованиям из-за графика. Называется, вышли из локдауна. И теперь очень много, 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 много выступлений, концертов, съемок. Как-то все не успеваешь. Это пишет мне. Говорит, о, хоть тебя в прямом эфире посмотрю. Еще раз спасибо за ваши поздравления. Мне очень приятно. Я давно, давно как-то с вами не общалась. Ну что, спасибо, ребяточки. Спасибо огромное за поздравления. Спасибо. Мне очень-очень-очень-очень приятно. Я их дочитываю, пытаюсь находить время в машине, там, пока еду. Как-то читать. В каких-то вот перерывах между делами, съемками, семьей, хозяйством. Так что все-все ваши пожелания, все ваши сообщения будут мои прочитаны. Еще раз спасибо, спасибо вам огромное. Я хочу вам пожелать здоровья. Я хочу вам пожелать любви. Не знаю, всего вам хочется самого светлого, самого радостного в жизни. Чтобы никто из ваших близких не болел, чтобы все были здоровы, чтобы никто не умирал. Но это, конечно, из области фантастики. Но, как говорится, умирает последняя надежда. Поэтому вера вам, надежды, любви, счастья. И будем все молиться, чтобы наконец-то Боженька смилостивился над нами. И как можно быстрее мы побороли эту ужасную беду, которая пришла на нашу землю. И чтобы мы побороли этот коронавирус, чтобы он просто ушел в никуда. И больше никакие болезни, страшные, смертельные болезни не возвращались. Я вас очень люблю. В принципе, этот был эфир. Благодарность вам от меня за ваши поздравления, за ваши отзывы, за вашу поддержку. За то, что вы всегда со мной. И очень сильно за вами соскучилось. Обещаю, как только зеленый свет будет, мы будем уверены, что больше нас в ближайшее время не запрут ни в какой локдаун, ни в какой карантин. Я собираюсь в тур по Украине. Я готовлюсь, ребят. И жду вас. Жду всегда. На мои концерты. Очень люблю. Послезавтра. Нет, вернее, завтра. Послезавтра. Ждите примеру клипа, примеру песни, танцую. Очень классная зажигательная. Кстати, открой секрет. Выйдет она на трех языках. В украинском, русском и английском. И текст к этой песне на английском языке написал Захур. Это его уже вторая работа, кстати. Есть песня в моем репертуаре, Вейтинг, где он тоже писал слова. Она является саундтреком колливудского фильма «What about love». И вот это вот его была вторая работа. Так что у вас будет возможность оценить моего мужа как сонг-райтера. Запланутый концерт в Тернополе. Да я везде хочу запланировать концерты, ребята. Я так соскучилась. Вы не представляете, как я соскучилась за вами, за публикой, за зрителем, за концертами, за шоу. Но это же моя жизнь, которую я полжизни отдала в музыке. И так два года как-то так вот выкинуты никуда. Это, конечно, у всех. У всех у нас, конечно, два года просто выкинуты из жизни. Но этим надо верить. Моя прабабушка всегда говорила. Она была целительницей. И она говорила всегда. Все, что не делается, все делается к лучшему. Ищите позитив. Делайте выводы. Воспринимайте как это испытание временное. Поэтому давайте так и будем воспринимать. Черкассы ведут меня. Приезжайте в Талин. Ждем. И 28-го. Запомните, 28-го мая мой будет выход в прямой эфир. Будет мой сольный концерт. Празднование моего дня рождения, которое со вчера переносится на 28-ое. Из-за моей занятости. Ну и, конечно, не очень такого положительного настроения. Я не была готова морально. После утраты близкого родственника я, честно, не была морально как-то готова праздновать. Но время лечит. И мне уже очень хочется дарить вам радость. Очень-очень-очень. Люблю вас. Вот сейчас покажу вам. По-моему, мы лавру проходим. Вот, я сейчас вам покажу. Уманьшика. Здорово. Очень люблю Умань. Боже мой, это вообще божественное место. Очень красивое. Захару, респект. Я передам. Кстати, очень классный текст на английском. Захар написал. Очень классный. К этой песне. Так, лавру. Пойду покажу немножечко лавру. Вот отсюда не видно. Темно. Вот, мы проходим. Тут не видно. Я сейчас выйду. Я выйду. Вот, видите, только соки, кола. Никакого коньяка, никакого виски. Мусульмане не пьют спиртное. Сейчас. Наша Нанька Украина самая красивая, самая родная. И знаете, вот мне многие там пишут, да, почему вы наразумевляете на украинский мод? Отвечу на этот вопрос. Ребята, ну, во-первых, я считаю, что хорошего человека не характеризует то, на каком языке говорить. Во-вторых, я знаю украинскую мову. Я могу на ней разговаривать. Але, вы знаете, я так... Не хочу, чтобы это был суржик. У меня просто нет практики дома. У меня дома говорят на английской мове, на русской мове, потому что у меня человек иноземец. И я тут також донька військового службовца. И я приехала в Украину, и мне было очень тяжко, потому что я уже приехала в таком веке. И мне было 9 лет, и мы ждали, что тату может отправить десь в какую-то другую страну. Поэтому тогда все дети військовослужбовцев были... Как бы не обязательно им нужно учить украинскую мову в школе. И вот так случилось. Но сейчас я пытаюсь, если я так не в эфире, а с друзьями украиномовными, я пытаюсь разговаривать между собой, разговаривать на украинской мове, а в прямых эфирах, вы знаете, я трошки побоюсь. Потому что, ну, суржик цены дужи, красиво. Ну, и я считаю, что, вы знаете, не обязательно, как говорится, говорить на украинском языке для того, чтобы любить Украину. Я безумно люблю Украину. Безумно люблю Украину. Как никто другой. Где бы я ни пыталась, где бы я ни была, меня безумно тянет обратно сюда, домой. Я не прижилась... Я не могу жить постоянно в Лондоне. То есть, да, на работу я летаю, за рубеж я летаю. Максимум я могу выдержать там, ну, три недели. Это максимум. И все, меня начинает просто разрывать. Я хочу в Украину, я хочу домой. Я понимаю, что я нахожусь все равно. Но как бы ко мне не относились люди, как бы там вот ни было, то уже у меня там и друзья есть, и все. Но моя душа и сердце всегда рвется обратно. Всегда рвется на Украину. Поэтому здесь у меня родственники. Здесь у меня, ну, мои корни. Так сложилось, что у меня, да, у меня смешанная семья. У меня и поляки в роду. Моя прабабушка полячка. Моя мама наполовину украинка и полячка. Мой папа русский с немцем. Поэтому вот настолько у меня многоциональная семья. А сейчас еще я и замужем за пакистанцем, и еще дети мои примешали еще и пакистанскую украину к этому всему коктейлю. Вот, поэтому я хочу всем пожелать, не разделяйте никогда людей ни на языковые барьеры, ни по цвету кожи. Это не говорит о человеческих качествах. Смотрите глубже, смотрите человеку в душу. Смотрите на то, что он делает для своей страны, для своих людей, для своих близких. Нужно смотреть на поступки людей. Мне очень хочется, чтобы никогда, потому что это всегда война, это всегда камень преткновения, когда начинают людей делить на расы, делить на языки. Мы многонациональная, между прочим, страна. У нас очень много в Украине живет разных людей, разной национальности. И все любят Украину. Я вас очень люблю. Целую. Пойду я к гостям. Еще раз спасибо. Благодарю вас от всей души за все ваши поздравления. Я обязательно всем отвечу. Пока.